Уважаемый Александр Григорьевич, мы с вами продолжаем контакты, консультации, что у нас завершается бюджетный процесс. У нас всё стабильно, надёжно, что не может не радовать нам. Что касается провоцирования какого-то, нагнетания ситуации, создания угроз кому бы то ни было. Мы никому угроз не создаём. Самые большие угрозы, которые в мире сегодня создаются, они создаются сегодняшними правящими элитами. Это, ещё раз хочу подчеркнуть, полная чушь. Корея наш сосед, с соседями мы так или иначе должны выстраивать до процесса этих отношений. Да, есть определённые особенности, связанные с корейским полуостровом. Считает эта сторона, что это преступление, но себе позволяет это делать. Не может не радовать. Почему говорю это? Потому что мы с вами хорошо знаем. Соединённые Штаты всё пытаются решать с позиции сил, или с помощью экономических санкций, либо финансовых ограничений, угрозой применения военной силы, либо применением её. Они сами пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или не хотят. Конечно, просто не хотят. Поэтому, пожалуйста, если другая страна хочет, пусть делает это. Скажет об этом прямо. Вот я поговорю, а с той стороны мы чего-то не слышим. Наконец, ну, там, конечно, хорошо. Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. Вот это важно. А то так будут всё время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, всем, так или иначе, всем придётся бароню. Вроде же, плясать начали, три раунда переговоров прошли в Беларуси, потом в Стамбуле, а потом Блинкин с Остином Зеленскому команду дали. Тот запретил вести переговоры. Факты на столе, факты налицо, поэтому что тут упрекать кого-то? Декрет подписан. Совершенно верно. Запрещающий. Сам себе запретили. Хочу вас проинформировать, не то что перебои, некоторые сложности на рынке по топливу. Мы стабилизировали ситуацию, поэтому мы решаем эти все вопросы и мелкие, и крупные.